Вариатор или автомат Которые мне пишут, что заколебал своими рисованиями, заколебал своими схемами. Давай какие-то вставляй картинки и так далее. Какую-то музыку накладывай и ля-ля-ля-ля. Ребят, сразу всем хочу сказать. Я доношу полезную информацию. Мне эти картинки и всякие поплесульки не нужны. Люди ко мне заходят за информацией, а не за каким-то шоу. Так что те, кто не хочет смотреть без каких-то там суперспецэффектов, могут свободно отписываться и уходить. Ну да ладно. Давайте сегодня разберем именно вот эту статью. Это видео. Почему называю статью, ребят? Потому что для каждого видео есть отдельная статья у меня на блоге. Ссылки в описании. Переходите. Там есть о голосовании и куча другой полезной информации. Поэтому называю статьи. Это для тех, кто задает мне вопрос. Сергей, а почему называешь статьи, а не видео? Все. Начинаем разговаривать про вариатор или автомат. Статья действительно обширная. Блин, объездил кучу сервисов. Прочитал кучу литературы. Прочитал кучу всего. В общем, и вывел для себя действительно, что же лучше у нас, что надежнее. Вариатор или автомат и так далее. В конце этого видео вы поймете. Так, давайте начнем с вариатора. Вариатор появился у нас в производстве, конечно, позднее, чем гидротрансформаторный автомат. Но сейчас очень много шумих и споров вокруг него. У вариатора у нас есть два вала. Вот, значит, один вал, другой вал. Вот так вот напишу валы. Здесь тоже вал. Они с изменяемым диаметром. Между ними натянут у нас ремень. Вот. Этот ремень как раз таки и передает крутящий момент от ведущего вала ведомому. Вот. Что хочется еще сказать. Здесь передача КПД у нас, напишу КПД, намного больше, чем у гидротрансформаторного автомата. Лишь только потому, что у нас здесь есть жесткое зацепление. То есть, ремень жестко натянут между двух этих валов. И передача КПД у нас практически мгновенная. То есть, двигатель начал крутить у нас вот этот вот вал. И, соответственно, ведущий вал. И, соответственно, ведомый вал также начал мгновенно вращаться. Нет никаких задержек там и так далее. И тому подобного. Какие есть у нас у гидротрансформаторного автомата. В принципе, строение у нас очень и очень простое. У него есть еще вот здесь вот насос высокого давления. Так. Насос высокого давления. И также есть насосная станция. Где-то она вот тут у нас. Гидроблок, точнее, извиняюсь, ребят. Так. Гидроблок. Вот. Он где-то у нас располагается вот здесь вот. У вариатора также есть у нас давление масла. Вот так вот напишу масло. И масло у вариатора у нас примерно столько же, сколько в автомате. Ну, может быть, на литр меньше. Ну, 7-8 литров. Вот так вот. Ну, в среднем. Бывает меньше, бывает больше и так далее. Что у нас происходит? Как вообще это все дело у нас работает? Ну, сначала я хочу, чтобы вы посмотрели небольшой ролик. Чтобы у вас в голове как-то отложилось. Я приготовил специальную врезочку. Все, смотрим. Давайте рассмотрим передачу крутящего момента у вариатора. У вариатора есть два вала. Ведущий и ведомый. Между ними у нас натянут специальный ремень. Кленомерный ремень. Именно он и передает крутящий момент от двигателя, трансмиссии, а потом уже колеса. Эти валы могут изменять свой диаметр. Вот таким вот способом. Один вал сужается, другой вал расширяется. Благодаря чему как раз таки передается нужный в данный промежуток времени крутящий момент. Когда-то нужен, чтобы крутился быстрее ведомый вал, когда-то ведущий. Вот сейчас крутится быстрее ведущий вал у нас, а ведомый вращается медленнее. Вот сейчас мы видим, что ведомый вал крутится медленнее, а ведущий начинает вращаться быстрее. Сейчас они вращаются одинаково. То есть ремень у нас находится в одинаковом положении. Сейчас ведущий начинает у нас крутиться быстрее, а ведомый медленнее. Вот в принципе такое вот устройство. Теперь хочется посмотреть, как работают изменяемые валы вариатора. У него есть одна неподвижная часть с одной стороны, а вторая часть у него подвижная. В него подается, в подвижную часть подается давление масла от масляного насоса. Когда давление возрастает, подвижная часть сужается. Когда давление падает, подвижная часть отходит назад. Таким образом она либо сжимает, либо разжимает ремень вариатора. Итак, как вы поняли после этого ролика, основная работа все-таки у нас лежит на ремне и вот этих двух валах. Насос высокого давления через гидроблок создает давление на валы. Вот на эти вот валы. И они у нас либо сужаются, либо расширяются. И все это дело у нас управляется еще электроникой. Вот. У вариатора сложная электроника. Вот так вот напишу. Так, сложная электроника. Вот. И электроника управляет у нас всякими клапанами, гидроблоками и так далее. То есть клапанами в гидроблоке. Какие же есть отрицательные черты вариатора и почему его все так боятся? Я, ребят, вам так скажу. Все проблемы вариатора лишь только из-за неправильного его обслуживания. Вот. Некоторые мои читатели пишут, что меняют масло в 30 тысяч километров. Другие говорят, что я не меняю масло до 60 тысяч километров. Ну, там, при 60 тысяч километрах меняю масло. И то меняют масло, как откручивают вот эту вот крышечку. Не меняют там фильтра ничего. Заливают масло. То есть старое выкачивает, заливает новое. Принцип вымещения. И несколько раз вот так вот его меняют, меняют. И все. И масло как бы у нас обновляется. И вариатор у нас получается со смененным маслом. Но это, ребят, неправильно. Вариатор как раз-таки у нас и требовательный очень сильно к качеству масла. В 60 тысяч километров масло нужно менять правильно. Про это я уже говорил вот в этой вот статье. Но сейчас немножко, скажем так, напомню. Вот здесь вот внизу вариатора есть специальный насос... Не насос, а фильтр. Вариатор может быть два фильтра. Второй фильтр может стоять... Вот здесь вот стоит у нас радиатор. Вот так вот система. Вот это масло, оно циркулирует у нас по вот этой вот большому кругу. Вот здесь вот может стоять у нас еще один фильтр. Вот. Как нужно правильно менять масло? Нужно менять этот фильтр. Нужно менять этот фильтр. Желательно разбирать, чистить весь сам у нас вариатор. Рекомендуется при 60 тысячах это делать. Но я вам рекомендую делать это раз в 50 тысяч. Запомните. Менять масляный фильтр. Менять этот фильтр, если он есть. Фильтр тонкой очистки. Фильтр грубой очистки, если они есть. Некоторые даже снимают радиатор, промывают там, да, высоким давлением. Там как-то маслом промывают. Я сам лично видел. Подсоединяют трубки сюда-сюда, его гоняют там. Стружка вся уходит. И только тогда у вас будет вариатор работать прекрасно. Что происходит, если вы не меняете масло при 60 тысячах километрах? У нас забивается вот этот фильтр. У нас забивается вот этот фильтр. Забивается у нас радиатор. Масло внутри начинает пригорать. В гидроблоке, вот в этом гидроблоке, очень много мелких каналов. Ну вот, смотрим на фоточку. Вот это вот у нас как раз таки есть гидроблок. В нем очень много мелких каналов, которые у нас легко забиваются стружкой и отложением. И вот этот вот наш масляный насос, он не может давать нормального давления на валы вариатора. Что это означает? Если нету нормального давления на валы вариатора, то валы не могут нормально у нас сужаться, то есть это, ну да, сужаться и расширяться. Вот, соответственно, они не могут прижимать у нас вот этот наш вот ремень. Если они недостаточно его сжимают, вот здесь вот на вот этих вот чашках, вот тут вот, начинаются у нас задиры. Как только у нас на чашках начинаются задиры, стружки выпадают еще больше. И эта стружка еще больше забивает всю нашу систему. В один прекрасный момент задиры становятся, ну, такие большие, что они начинают изнашивать наш ремень. Вот, и ремень у нас к чертям собачьим разлетается. Он рвется и разлетается в щепки. А так как там вращения огромнейшие, просто огромнейшие, то разбиваются все части. Соответственно, вариатор выходит практически мгновенно весь из строя. Вот, в общем-то, вот такая проблема. Также есть у вариаторов специальные, как бы, как вам сказать, датчики стоят. Датчики старения масла, так называемые. Они считают у вас пробег вашего вариатора. И когда вы меняете масло, многие их сбрасывают. Ребят, делать этого не стоит. Почему? Потому что, если вдруг у вас что-то сломалось, мастер залазит через специальный сканер, смотрит внутри, что у вас произошло, и принимает уже какое-то решение. Вот. Еще у вариатора, хочу так сказать, особенно у современных вариаторов, у них очень сложная электроника. То есть, здесь 50 на 50. Электроника и вариаторы, они работают 50 на 50. Вот. Сейчас электроника управляет этими гидроблоками всякими, управляет вот расширением этих валов, там, нагнетанием масла. И электроника также глючит. Особенно она глючит у современных вариаторов. Сейчас не буду, скажем так, обозначать какой-то бренд, но она также глючит. Иногда вариатор переходит в аварийный режим не из-за того, что там забились какие-то колпана или что-то, а из-за того, что у нас закосячило, скажем так, блок управления. То есть, достаточно его там прошить, убрать какие-то прошивки на нем, и вариатор начинает работать у нас великолепно. Ребята, сейчас я не буду рассказывать прям вот все прям досконально. Про вариатор все-таки я планирую снять отдельную статью, отдельное видео. Там я постараюсь разложить прям все по полкам. Ну, надеюсь, и так все понятно. То есть, чтобы уберечь у нас вариатор от смерти, нужно чаще менять у него масло, причем менять с фильтрами, с продувкой и так далее. Если вы будете раз в 50 тысяч такое делать, ваш вариатор будет ходить, в принципе, долго. Но у вариатора, даже если вы все хорошо меняете, при пробеге где-то, как вот мне сказал один механик на автосервисе, ну, ниссановском, вот, он говорит, что ремень вот этот вот все-таки изнашивается, даже если вы прям идеально его обслуживали, при 150 тысячах он изнашивается. То есть, его желательно заменить. У некоторых этот интервал еще ниже. Вот, например, по-моему, на Кашкай, если я не ошибаюсь, там 100-120 тысяч нужно менять. Вот. В общем-то, вот такой вот у нас вариатор. Какие плюсы? Ну, вот я здесь уже написал, чтобы не тянуть. Это КПД, соответственно, плавный разгон, у него нету толчков, у него нету передач никаких, просто изменяются два вала, вот эти вот. Соответственно, у него очень плавный и приятный разгон. Ребята, и вот лично я ездил сколько на вариаторах, я прям кайфую от этого разгона. Вот. У него меньше расход топлива, так как жесткое сцепление между валами, нету потерь КПД. Ну, вот, как я говорил, динамичный разгон, легкое управление для новичков. То есть, две педали, газ и тормоз. Минусы. Это сложный ремонт. Да, ребят, вот это вот еще один бич. Вариаторы ремонтируют очень ограниченное количество мастеров. Зачастую, вот у меня даже читатели мои писали, и мои друзья с таким сталкивались, не могут отремонтировать в городе, ну, небольшом, вот у нас город до миллиона, скажем так, в небольшом городе не могут отремонтировать вариатор. То есть, нету мастеров, кто это все дело обслуживает. Даже не берутся. А те, кто берутся, не факт, что сделают. Так что, а ехать на официальную станцию, это достаточно дорого. Вот. Замена ремня, как я уже говорил, в любом случае, сложная электрика, тоже уже указал. То есть, много электрики, сложная электрика. Да, масло. Вариаторы очень чувствительны к своему маслу. Сейчас, к сожалению, очень много подделывают масел для вариаторов, потому что масло само по себе дорогое, оно дороже, чем АТФ масла для обычного гидротрансформатора. Делают ограниченное количество фирм, и даже если вы купите в нормальной, вроде как, конторе, нормальное масло. Не факт, что оно будет у вас нормально. Поэтому, я вам советую, ребят, масло все-таки покупать у официального дилера. Либо магазин, который прям вот занимается этими маслами, и у них прям вот все сертификаты, там все пломбы и так далее есть. Не экономьте на масле, покупайте у официалов. Так, много электроники уже сказал. Износ, да, износ не только ремня может быть, но и вот этих вот чашек. Вот, этих вот чашек. Вот, поэтому при 150 тысячах, даже, ну где-то при 200 тысячах, даже вы, если идеально пользуете свой вариатор, его нужно разбирать и смотреть. То есть, все-таки это более, скажем так, геморройная трансмиссия, хотя КПД у нее выше, разгон плавный и безрывковый, и с места он стартует прям замечательно. Все, насчет вариатора все это мы поняли. Ну что, ребят, переходим теперь к автомату. К автоматической трансмиссии, обычный гидротрансформаторный автомат. У него совершенно другое строение. Вот, меня даже иногда удивляют такие рассуждения, что, в принципе, это одно и то же. Ну, блин, это вообще не одно и то же. У него есть гидротрансформатор. Вот он стоит здесь в разрезе. Это такой вот бублик, у которого есть две, как бы, крыльчатки. Одна крыльчатка, вторая турбина. Смотрим ролик подробный про гидротрансформатор. Теперь давайте рассмотрим работу гидротрансформатора. Вот так вот у нас половинница. Основная рабочая часть, это у нас крыльчатка со специальными лопастями. Двигатель передает на нее крутящий момент, она начинает у нас вращаться и создает давление вот так вот в разные стороны. В данном случае это у нас давление масла. С другой стороны у нас стоит турбина. У турбины также есть лопасти. И это давление масла, которое попадает на эти лопасти, начинает вращать турбину. То есть они начинают вращаться у нас вместе. Давление масла у нас переходит примерно вот так вот. То есть от крыльчатки переходит на турбину, турбина начинает вращаться и после середины она как бы сбрасывает давление масла обратно на крыльчатку. Но крыльчатка у нас вращается быстрее, чем турбина. То есть КПД здесь у нас падает. Для того, чтобы КПД не падал и происходило перенаправление центрального возвратного как бы давления масла, в середине стоит у нас статор. У статора также есть специальная крыльчатка, которая обратное масло, которое идет от турбины, повышает его давление. Повышает давление и передает обратно на крыльчатку. Таким образом, вращение крыльчатки намного увеличивается. Соответственно, повышается у нас КПД. Вся эта конструкция у нас заключена в корпусе гидротрансформатора. Надеюсь, вы поняли, что теперь как он работает. Давайте разбирать дальше. Вот смотрите, передал этот бублик крутящий момент дальше у нас на валы. Про автоматическую коробку передач также будет отдельное видео, отдельная статья. Вот здесь идут у нас планетарные шестерни. Сейчас я не буду объяснять, что это такое. Это достаточно сложно. Идут у нас пакеты фрикционов. Они идут на каждую передачу. И вот здесь их 4 пакета. Значит, получается у нас 4 передачи. Они сжимаются, либо разжимаются. Это своего рода у нас идут диски сцепления. У гидротрансформатора также есть внизу гидроблок. Давайте вот так вот напишу. Гидроблок. У него также вот тут внизу есть фильтр. Фильтр, ну вот гидротрансформатор. Гидротрансформатор. Ну и, собственно, валы планетарные вот эти вот у нас шестерни. И, собственно, фрикционы. Так называемые фрикционы или прокладки, которые... Не прокладки, а диски, которые прижимаются к друг другу и как бы означают включение передач у нас. У автомата какой большой плюс? Ну, плюс с одной стороны, с другой стороны минус. У него нет жесткого зацепления с двигателем. То есть, у него нет вот такого вот ремня. И поэтому, по сути, здесь рваться и разлетаться нечему. То есть, гидротрансформатор сам по себе намного надежнее, чем вот ремень вариатора. Но автомат также, скажем так, почему плюс и минус? Вот, давайте, ребят, так скажу. Плюс, потому что нет жесткого зацепления. Соответственно, это просто все долговечнее. Раза в два, как минимум. Во-вторых, минус какой? Минус в том, что КПД передачи крутящего момента от двигателя самой коробки дальше колесом здесь намного меньше. Кто что мне говорил, ну, средняя информация где-то от 10% меньше, чем у вариатора. То есть, вариатор передает крутящего момента больше колесам, чем гидротрансформаторный автомат. То есть, если у вас здесь двигатель 1.6, и здесь двигатель 1.6, этот автомобиль выстрелит быстрее. Здесь еще и переключения между передачами нету. А здесь они присутствуют. Вот. Получается, что эта коробка долговечнее, но она имеет меньший КПД. У нее есть толчки и переключения между передачами, потому как вот эти вот диски здесь сходятся, расходятся. Шестерни там принимают определенное, ну, свое кручение, скажем так. Вот. И на это все уходит определенный промежуток времени. Чем больше у нас передач, тем больше у нас вот этих вот шестерен, этих фрикционных накладок, в общем-то, тем сложнее становится автомат. Четырехступенчатый автомат, он самый простой и самый надежный. Это я вам вот сто процентов заверяю. Чем больше вот этого вот у нас всего находится в автомате, тем он менее надежный. Но, скажем так, у автомата также есть гидроблок и есть масляный насос. Так вот, гидроблок. Ну, здесь вот не видно масляный насос. Ну, давайте вот здесь вот напишем масляный насос. Вот. Основная функция масляного насоса это смыкать и размыкать вот эти вот фрикционные накладки. То есть, как бы включать сцепление, а-ля как у механики, скажем так. Опять же-таки, у автомата есть радиатор, у него есть фильтр. И если вы не меняете масло, это все дело у нас начинает забиваться. Это и это дело. Гидроблок начинает забиваться. Соответственно, не хватает давления масла, чтобы зажимать вот эти вот фрикционные накладки. Так вот напишу. Фрикционные накладки. И они начинают буксовать. Они начинают буксовать. Они начинают прокручивать между друг другом. Передачи у вас не включаются. Автомат буксует. Дергается, толкается. Это говорит о том, что не хватает давления масла. Масло начинает от этого пригорать, потому что прокладки, они круглые такие. Ну вот, небольшая фоточка этих фрикционных накладок. Они начинают тереться друг об друга. И они начинают пригорать. Вот почему, когда советуют проверять автомат, вытаскивать щуп и нюхать масло. Если масло пахнет горелым, значит, эти фрикционы сгорели. Ну и все, капец. Какой большой плюс? Почему автомат больше любит, чем вариатор? У вариатора может разлететься ремень и убить полностью коробку. Здесь ничего у нас разлететься не может. Ну, конечно, я утрирую. В некоторых автоматах шестерни эти лопаются, разлетаются. Но там нет такой опасности, что может слететь ремень и разбить всю коробку. Гидротрансформатор – очень надежная вещь сама по себе. Здесь фрикционы изнашиваются, да. Но стоит разобрать коробку, заменить эти фрикционы и шестерни, которые сносились, и все. То есть, получается, ремонт здесь намного дешевле. Вы по-любому не убьете всю коробку, вплоть до разрушения корпуса. А вот на вариаторах корпуса разрушались только в путь. Читал я в интернете, есть такие случаи, причем они нередки, когда вот этот ремень разбивается и разбивает корпус. То есть, вам еще и корпус нужно покупать. По сути, это нужно купить новый вариатор. У автомата такого нет ничего. То есть, у гидротрансформатора у самого гидротрансформатора есть тоже наподобие диска сцепления. Вот здесь идет такая штучка. Но она изнашивается, тоже фрикцион, по сути. Он включается только тогда, когда вращение турбины и вращение крыльчатки у нас одинаковые. То есть, они как бы заходят в зацепление и уже работает вот этот вот фрикцион. То есть, он передает крутящий момент напрямую от двигателя уже валам. Вот. Ну, ладно. Еще раз повторяюсь, ребят. То есть, надежная вещь, надежная вещь, надежная вещь. То есть, и фрикционы достаточно надежные, и валы, и вот эти самые шестеренки надежные. Но при условии, если вы будете менять масло. То есть, если вы не даете забивать гидроблок, сам насос, не даете фильтр забивать, радиатор, у вас автомат будет ходить какие-то бешеные, просто бешеные тысячи километров. Ну, блин, 300, наверное, он у вас точно пройдет. Здесь не надо никаких менять ремней при 150 тысячах. И электроники здесь по минимуму. Вот если у вариатора 50 на 50 электроника, механика, то здесь где-то, наверное, будет 70 на 30. 30 процентов это электроники. А 70 механики, или даже 80, наверное, на 20. То есть, 80 механики, 20 электроники. То есть, понимаете, да? Это намного-намного надежнее. Если вы не прошляпите, не дадите гидроблоку забиться и забиться насосу, то диски, вот эти фрикционы будут сжиматься. Они, конечно, тоже изнашиваются. Изнашиваются фрикционы. Но у них, чтобы их износить, там, я не знаю, они же в масле вращаются. Вот, чтобы их износить, там, ну, минимум, наверное, 300 тысяч нужно. Поэтому автомат, он гораздо надежнее, чем вариатор. И его поэтому многие выбирают. Хотя у него, вот давайте плюсы. Ну, вот написал, более надежен. Сейчас есть и на 6 передач. Это я к тому, что переключения между ними уже не такие толчки видны. А я слышал, и 8 и 12 передач есть. Легкое управление, опять же-таки, для новичков. Легче ремонт, чем на вариаторе. Легче найти мастеров. Делает в 10 раз, наверное, больше контор, чем вариаторы. Масло. Масло здесь плюс. Почему записал масло? Здесь требования к маслу высокие, но не такие высокие, как на вариаторе. Масло можно купить во многих конторах. Не обязательно официального дилера. Вот, хотя я вам советую официал все-таки покупать. И поделают его реже, потому что стоит оно дешевле. Минусы. Меньше КПД. Но это мы разобрались. Рывки при переключении, потому что переключаются передачи. Больший расход топлива, потому что меньше КПД. Хуже динамика, потому что нужно переключать передачи. Вариатор выстрелит и уйдет. Износ. Также есть износ, как я вот сказал, фрикционов, шестерен. И эта коробка, в принципе, не вечная. Но по 300 тысяч она пройдет. В общем, что хочу сказать в заключении, ребят. Никак никого сейчас на данный промежуток не хочу обидеть. Все-таки проблема вариатора. Это вот в жестком, вот в этом вот зацеплении. Вот этих вот зеркалах, в ремне. И, как правило, у нас многие не меняют масло до 100 тысяч километров. Либо меняют его частичной заменой. А они меняют ему все вот эти вот фильтра. И уже в 100 тысяч километров с вариатором начинаются охрененные проблемы. Обычно это происходит так. Он у вас переходит в аварийный режим. Вы приезжаете на станцию. Вам начинают там скидывать электрику. Ничего не происходит. Потом вы едете, ремонт вам его пытаются там открыть, прочистить, поремонтировать. Ничего не происходит. И вы с ним, извините за выражение, трахаетесь очень и очень долго. Вот. Вплоть доходит до того, что покупают люди на разборах новые вариаторы. При 100 тысяч километрах. Но, если вы будете менять масло раз в 50 тысяч, как я вам указал, с фильтрами, с промывкой, с продувкой. Многие снимают даже, кстати, гидроблок. И его там продувают, прочищают. То с ним проблем не будет. Но, в этом случае автомат все-таки надежнее. Намного надежнее из-за своего строения. У него нет жесткого зацепления. У него горят фрикционы. Но, это если вы опять прохлопаете, скажем так, ушами. Вот. Если вы будете менять масло и фильтра, у него раз в 50-60 тысяч, он у вас проходит намного дольше вариаторов. У вариаторов все-таки при 150 тысячах вам нужно будет заменить ремень. Здесь никаких ремней при 150 тысячах менять не нужно. Поэтому автомат, автоматическая коробка передач, особенно, ребят, вот я с мастером на Ниссане разговаривал, он говорит, рассказал мне историю про Ниссан Note. У него четырехступенчатый автомат. Уже прошел там 450 тысяч. И он говорит, масло меняется каждые 40 тысяч. Масло, фильтра, продувается радиатор. Вот. Он сам просто работает на станции. 450 тысяч уже прошел автомат. И хоть бы хрен. Работает как часы. Вот вам и почему автомат лучше. Вариатор. У него за 450 тысяч, даже если вы хорошо ухаживаете, все равно бы износился ремень. И вот эти вот зеркала. Собственно, вот такая вот, ребят, получилась огромная статья. Но информация полезная, еще раз подчеркиваю. Ребят, вот у меня в статье будет голосование. Мне интересно ваше мнение. Что же все-таки лучше, вариатор или автомат? Как вы считаете? Переходите, пожалуйста, проголосуйте. Мне интересно ваше мнение. На этом все, ребят. Всем пока. Ставим лайки. Подписываемся на наш канал. Будет еще много полезных видео. Я вам обещаю. Все, ребят. Всем пока.